Музыка Я расскажу о том, как технически реализуется Асуэ Финцерт, постараюсь сосредоточиться на новых вещах. Практически система работает в круглосуточном режиме, вступная система во всех регионах Российской Федерации. Значит, количество участников, ну, коллеги предложили скромно указать 600, на самом деле их уже сейчас гораздо больше. Значит, мы планируем в 2019 году, что подключение будет до 3000 человек. То есть нагрузка на систему, ну, как бы возможности по нагрузке системы сделаны с большим запасом, так что, в общем, на текущий момент у нас все хорошо и в перспективе тоже. До 300 запросов в сутки мы получаем и, значит, до 70 бюллетеней выпускает Финцерт в месяц. Значит, здесь представлены показатели назначения для системы на вторую очередь. Ну, по количеству показателей, если сравним с первой очереди, они просто там увеличились в разы. Там по количеству, значит, СУ там и так далее. Значит, важно отметить, что здесь во вторую очередь мы реализуем возможность принятия приема на исследование грязного трафика в цели выявления всевозможной вредоносной активности. Значит, показатели, вот они здесь указаны, значит, там до 1 терабайта в год. Вот система обладает достаточными мощностями для переваривания такого объема. Ну и мы ожидаем, что количество участников в системе достигнет 10 тысяч человек. На самом деле, по своему опыту, это общение с другими организациями не банковской сферы. Могу сказать, что бюллетенями, которые выпускает Финцерт, пользуются достаточно активно, в том числе в организациях энергетики. Есть ряд клиентов, с которыми мы работаем, и мы как бы из другого источника получаем те же самые бюллетени. То есть это говорит о популярности системы не только в банковском сообществе. Здесь указаны ключевые продукты прикладного слоя, который используется в рамках ослоя Финцерт. Система состоит из двух как бы слоев. То есть первый слой – это слой инфраструктуры. То есть инфраструктура хранения, доставки информации, обработки, деления по контурам внешне-внутренней. Портальная часть и так далее, и так далее. Есть как бы, собственно говоря, прикладной слой, который реализует основные прикладные процессы. Большинство решений, которые здесь используются, это решения компании Positive Technologies. Мы считаем, что это очень удачный выбор, который сделал заказчик. Значит, это, в общем, один из лидирующих вендоров российских на российском рынке. Продукты показывают свои отличные характеристики. Более того, в рамках реализации ослоя Финцерт компания активно дорабатывает эти продукты, что, в общем, нас как интегратора, надеюсь, и заказчика тоже очень радует. Здесь и дальше я поговорю о некоторых ключевых моментах, которые в технологическом слое будут реализованы в Финцерт 2. Взаимодействие с использованием API. Значит, мне в кулуарах уже спрашивали, значит, относительно того, значит, когда, что будет доступно, недоступно и так далее. Значит, проект реализуется в соответствии с теми контрактными обязательствами, которые есть у компании EBS. Срок завершения контракта в полном объеме, как Сергей говорил, мы ориентируемся на конец года, но мы ориентируемся на то, что с лета уже активно можно будет использовать API. На самом деле, так как ослое Финцерт используется, используем для создания прототипа фид-антифрод, то те банки, которые взаимодействуют с фид-антифрод, они уже имеют возможность использовать это API. Так что, по сути, это некое лукавство. То есть, да, API уже доступно, но просто в рамках фид-антифрод оно более узко функционально, в рамках Финцерт оно существенно шире. Так что техническая возможность для этого уже есть сейчас, но полноценное, полнофункциональное использование API будет немного позже. Предполагается возможность работы в дуплексном режиме, то есть выдача, отдача информации от участников Финцерт и, соответственно, отдача информации обратно. То, что будет отдаваться из Финцерт участникам, это иоки, глюлитени, съеды, ну и все это будет возможность отдачи в формате JSON. Внизу вот указали ссылочку, значит, по которой доступно API в зоне опытной эксплуатации, там префикс видите, зоя API там, да, значит, ну есть продуктивный, значит, те, кто работает с фид-антифрод, адрес знают, в общем, там эта информация доступна. Взаимодействие с госсопкой. Значит, сейчас возможности взаимодействия между участником АСО и СОПКО очень, так сказать, разнообразны, причем они могут осуществляться в обе стороны. Значит, участники могут отдавать в госсопку через Финцерт данные, участники могут эти данные получать из госсопки, значит, участники могут взаимодействовать с Финцертом и обратно, Финцерт сам может взаимодействовать с госсопкой и обратно. То есть все эти механизмы, они как бы здесь реализуются. Значит, реализуются они уже в режиме, как бы, автоматического обмена. То есть, опять же, система ориентирована на переваривание большого объема информации, и это касается в том числе и транспортной функции при передаче информации в ГУССОПКУ. Это новый функционал, который будет именно во второй очереди. Значит, вот в те виды информации, которые указаны сверху, то, что готовая система отдавать, это вот будет реализовано. Это вот то, что я говорил про лето, про начало лета. Финцерт содержит базы, собственные базы, значит, по индикаторам компрометации, по сигнатурам, которые мы получаем из различных источников, как российских, так и нероссийских. И идея Финцерта состоит в том, чтобы эта информация была доступна тем участникам, которые подключены к системе. Как уже было указано, информация, которая исходит от Финцерта, и так подписывается электронной подписью АСО Финцерт. Мы хотим реализовать функционал, который позволял бы работать и в обратную сторону. То есть реализуется механизм, который позволяет парсить документы, подписанные электронной подписью, проверять, если эта электронная подпись валидна, как с точки зрения выпущенной корректным удостоверяющим центром, так и с точки зрения ее математической валидности. Здесь предполагается два варианта. Предполагается вариант номер один, когда участники могут использовать электронную подпись, выпущенную самой АСО Финцерт, для этого создается удостоверяющий центр внутренний. И второй вариант, когда участники сами имеют электронные подписи, выданные какими-то аккредитованными удостоверяющими центрами. И в той, и в другой модели система позволяет работать. Первая модель, она, наверное, будет интересна для небольших банков, которым строить инфраструктуру PKI. В общем, это не очень простая задача, аккредитация и так далее. Вариант второй, ну, в общем, для средних крупных организаций будет, наверное, более предпочтительной. Здесь гибкость системы обеспечивается. Мы говорим о том, что есть у нас сейчас возможность использовать функционал передачи через почту, через портал, загружать данные и так далее. Идеальной моделью является такая конструкция. Так как большинство банков являются организациями, так сказать, информационно насыщенными, и СИЭМ-системы, либо системы расследования инцидентов и так далее, это, в общем, нормальная практика для больших и средних банков, целевая идея состоит в том, чтобы иметь возможность непосредственно эти данные отправлять из систем участников в СИНЦЕРТ, с автоматическим запуском процессов реагирования, расследования и так далее. В качестве систем СИЭМ-класса мы определяем для себя три, собственно говоря, Арксайд, Корадар, Макс Патрал. Предполагается, что организации либо могут самостоятельно разрабатывать инструменты автоматической выгрузки инцидентов из этих систем, из передачи через API в госсопку, либо эти инструменты в каком-то виде будут предоставлены при разработке решения. Продолжение следует...